Мне кажется, что Омск – это город очень чувствительный к настроению самого человека. Потому что на самом деле я не согласна с мнением, что Омск – это такое вот болото, место, где невозможно реализовать собственные идеи и мечты. Мне кажется, все зависит от человека. И в этом плане выражение «вода камень точит» очень меткое, потому что на самом деле, если долго и упрямо работать на какую-то свою цель, то она обязательно осуществится. И яркий пример этому – огромное количество мечей, которые смогли сделать то, о чем они мечтали. Я нашла здесь любимое дело, я нашла здесь возможность реализовываться. И кроме того, я нашла здесь огромное количество живых, очень заинтересованных, очень неравнодушных людей, с которыми мы придумали огромное количество вещей. Ирина Гавриленко – автор музейных программ «Песок помнит солнце» и «Олдскул» – народный курат. Эти проекты стали победителями всероссийского конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире». Место очень сильно влияет на ощущение, на самое ощущение. Каждый раз, входя в зал, я испытываю легкий трепет. Особенно это четко ощущается в понедельник, когда залы закрыты, когда музей закрыт для посещения. У нас идет внутренняя работа, и вот эти пустые, тихие булки, залы, которые наполнены красотой. Это, конечно, прекрасно. Хорошо, что в музее тихо, потому что это единственное место, пожалуй, где тихо у нас в нашем современном обществе. На улице это реклама звуковая, дома это, как правило, телевизор. Человек, мне кажется, разучился жить в тишине, разучился жить один на один с собой, со своим внутренним миром. Поэтому поход в музей – это разговор с самим собой. В последнее время отношение к музею поменялось и у людей, у самих. То есть это уже не просто какое-то пространство, хранилище, это место, где интересно. В галерее Уфицы есть трехмерные копии работ, и они нужны для того, чтобы незрячие люди могли познакомиться, собственно, с содержанием произведений искусства. Я подумала, о чем мы хуже, и тоже захотелось что-то подобное сделать, тем более, что в Омске подобных вещей на тот момент не было. Были в Дарвиновском музее какие-то пробы, были в некоторых других московских музеях в Европе, и вот мы в Сибири попробовали. У нас в Омске есть инновационное производство. Вообще это инженеры, которые с гуманитарными проектами дела не имели на тот момент. Оказались они невероятно активными, очень творческими, потому что часть идей предлагали мы, часть идей предлагали они. Им показалось крайне интересно попробовать плоскостные изображения перевести в рельеф. Обычно прозвища дают обидные, да, какие-то такие вот, не очень приятные. А у Ивана Ивановича Шишкина было прозвище, знаете, какой? Русский медведь. Потому что он был невероятно сильный, он одной рукой, мальчики, мог поднять человека. Работа с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения, она очень непроста. В эту группу входит огромное количество разных детей с разной глубиной нарушений, с разными особенностями. Кроме того, у них очень часто есть сопутствующие какие-то еще заболевания, которые несколько усложняют задачу. Обязательно нужно тактильно проконтактировать с предметом для того, чтобы его постичь, понять и осознать. Для ребенка в художественном музее, самом строгом типе музея, где все за витриной, возможность прикоснуться — это огромная радость. Они наконец-то оказываются в своей родной среде, где им комфортно, где они себя не ограничивают. Все это вызывает развитие сенсорной чувствительности и развитие, соответственно, отделов мозга, которые непосредственно отвечают за речь. Работа эта называется «Натюрморт с пестрой скатертью». Автор Алексей Явленский. Для нас она была очень сложна, потому что она была первой. Мы еще не обладали представлением о том, как она должна быть сделана. С ней была связана одна очень забавная история. Мы долго не могли подобрать фактуру для скатерти. Нам хотелось что-то такое переплетенное. Мы пробовали и дерюшку прикладывать, и разные другие ткани отпечатывать. В итоге был день, когда мы должны были встретиться с инженерами снова. Я утром встала, взяла в руки вафельное полотенце на кухне, поняла, вот оно, отрезало кусок от вафельного полотенца и поехала навстречу. Эта картина пережила уже ремонт, потому что персик был надкусан, абрикос был разорван пополам. Что, на мой взгляд, говорит о том, что картина пользуется самым большим спросом. И она действительно интересна для ребятишек. Это фрагмент картины, изображающей Екатерину II, кисти Иоганна Баптиста Лампи Старшего, подлинник. Мы, конечно же, используем ее монохромность для того, чтобы немножко поработать с памятью, немножко поработать с воображением. В любом случае, картина трехмерная, она смотрится после того, как смотрится подлинник. Щеки у нее очень гладкие, очень приятные на ощупь щеки, очень приятный нос у нее, кудри более шершавые, с завитками, то есть у них иная фактура. Конечно, не всегда бывает возможность Екатерину погладить по щеке или взять за нос. Ну вот, ну это такой немножко умеренно-хулиганский ход, но он нам нужен для того, чтобы мы понимали, художник рисовал живого человека. У нас есть нос, ребятишки трогают свой нос, потом трогают нос Екатерины, подбородок свой и ее, щеки свои и ее. И таким образом мы выстраиваем связь между изображенным человеком и самим ребенком. Мы решили, что раз название проекта «Песок помнит солнце», то и программа должна быть наполнена оптимизмом, какими-то очень приятными сюжетами, потому что детям и так хватает сложностей, в общем-то не так много мест в городе вообще, куда они могут пойти на занятия. Поэтому мы решили, что пусть музей будет чудом, пусть посещение музея будет радостью, пусть оно несет положительные эмоции. Тема состоит из посещения экспозиции, потом посещения песочной мастерской. Песок как очень гуманный такой, очень нестрогий материал, он дает возможность каждому человеку, который говорит, ой, я не умею рисовать, все-таки почувствовать себя немножко художником, ну и выплеснуть какие-то эмоции. В нашем интернате проживают дети с различными ограничениями в развитии. Есть у нас детишки из ДЦП, есть и с легкой степенью умственной отсталости. Для наших ребят рисование песком имеет большое значение, во-первых, развитие мелкоматорики, и позитивное настроение, и коррекция психоэмоциональной сферы. Это развитие памяти, и развитие внимания, и социализация. Конечно, это очень важно для них. Я вообще нарисовала, когда я сидела и рисовала, думала, думала, нарисовала сердце. А почему? Ну, потому что праздник. Не посмотришь все это за один раз, надо три или четыре года примерно, чтобы все это смотреть. Этот весь музей прям завораживает душу, прям все картины. Очень круто. За время реализации проекта «Песок помнит солнце» в нем приняло участие порядка пяти тысяч человек. Самое важное, что дает проект с нашей точки зрения, это адаптация к среде. Потому что дети практически все время проводят внутри школы, там изредка куда-то выезжают. Музей — это такое очень открытое, очень общественное пространство. И поэтому, если ребенок адаптировался к музейной среде, он будет достаточно комфортно себя чувствовать и в других местах. Сегодня в музее впервые состоится экскурсия на жестовом языке. Почему мы говорим, что люди с инвалидностью — это абсолютно такие же люди? Потому что желания и потребности у них остаются прежними. Просто необходимы какие-то адаптирующие элементы комбинсаторные, которые позволят, собственно, получать, наверное, то же самое, что получает человек, у которого здоровье в норме. А ведь мы еще в какой-то момент пошли дальше в своей работе. Мы работали со слепоглухими, в том числе у нас было два тотально слепоглухих человека, с которыми мы говорили об искусстве. И на самом деле мы поняли, что мы можем работать с любым человеком. Проект для пенсионеров. Первый его такт мы запустили в 2016 году. В Омске очень много пенсионеров, людей, которые обладают огромным опытом, профессиональным и жизненным опытом, и которые сейчас посвящают себя внукам и даче. У нас возникла идея обучить их на экскурсоводов. А в 2017 году мы решили запустить второй такт. И наша команда занималась тем, что обучала, готовила наших волонтеров на кураторах выставки. Когда в прошлом году предложили участвовать в этом проекте, я с удовольствием согласилась. Хотя, вы знаете, немного трусила, боялась, справлюсь ли я. Мне 78 лет, я 50 лет отдала медицине, в частности, фармации. Что мне здесь понравилось? Вы знаете, вообще, у нас музей, коллектив музея, и сам музей – это такое пространство, где очень тепло, очень уютно, очень чувствуется любовь. Это пища для души. А для того, чтобы долго жить, конечно, нужно думать и о душе тоже. И не надо сидеть на скамейке, не надо сидеть у телевизора, возле сериалов, а нужно ходить вот сюда. Я не тот человек, который не приносит работу домой. Я несу с собой работу домой, несу ее в большом количестве. Когда делаешь большие проекты, очень важна поддержка дома. Для меня муж – это не только любимый человек, но это и лучший друг. В том числе человек, с которым я могу обсудить все сложности, с которыми я сталкиваюсь. Такие обсуждения, они, конечно, очень много мне дают. У него есть качество, которое нет у меня. Он очень педантичный. Я более хаотичная сама по себе, более эмоциональная, более, наверное, склонная к метаниям. И Максим имеет возможность скорректировать, наверное, даже меня. Я думаю, что если бы этой поддержки не было, мне кажется, что многие вещи у меня бы в жизни не случились. Он у меня очень терпеливый и не требующий от меня замыкаться на мире дома. Ему очень важно, чтобы я развивалась, чтобы я улыбалась и двигалась дальше. В моем личном восприятии слово «мечта» и слово «идея» очень близко друг к другу подходят. Я что-то захотела, и я сразу начинаю думать, как это можно сделать. Даже если сейчас, например, это невозможно, это не означает, что я прекращу, например, стремиться к этому. То есть, может быть, просто шаги мои. Шагов будет чуть больше по направлению к этой мечте. Конечно, очень радостно, когда то, что ты создаешь, то, чему ты сопричастен. А всегда любой проект – это работа не одного человека, а работа команды. И ты понимаешь, что да, команда сработала здорово, что команда сработала не зря, и что это дело живет и будет жить и приносить пользу музею. Это, конечно, безусловно, повод для огромной радости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова